Почему вы сюда сегодня пришли? Что вас привлекает в такой морской романтике? Нравится, хотим стать моряками. Мы будем учиться плавать, вязать морские узлы, быть моряками. Хочется, да? Да. С таким же настроением и горящими от любопытства глазами два года назад на дне открытых дверей стояла Катя Малащицкая. Став воспитанником клуба, она, по словам руководства, не уступает находчивости и сообразительности юношам. Сегодня Кате победили двух соревнований, которые проходили на базе клуба. И это только начало, уверены представители дирекции учреждения. Чем вообще тебя привлекают занятия в клубе юных моряков? Что ты можешь сказать? Мне очень нравится ходить в походы, нравится вязать морские узлы, участвовать в соревнованиях. В последнее время, кстати, такая вот довольно-таки наметилась тенденция девочек приходит, ну, практически столько, сколько и мальчиков. И что интересно, они не отсеются в процессе учебы, а, скажем так, приводят даже с собой своих знакомых, подруг. То есть им нравится, нравится ходить на шлюпках, им нравится вязать морские узлы. Одним словом, морская романтика для девочек, она не чужда. Николай Яромашук был первым, кто произнес приветственное слово ребятам и родителям, которые пришли на день открытых дверей. Держась за импровизированный штурвал корабля, директор клуба юных моряков по традиции рассказал о шлюпочных походах, влажном семафоре и морских узлах, а также о том, что в клубе можно найти настоящих друзей и понять, что такое морская романтика. Кстати, в числе гостей на мероприятии присутствовал Алексей Овечкин, ныне начальник областного представительства движения поддержки флота, который не понаслышке знает о кораблях и о море. Я тоже моряк, и 9 лет отдал морю, и после этого пришел на берег. Я считаю, что мне очень помогла служба на море, работа в море, общение, выработка характера в трудные времена, когда сильный шторм, или пожар на корабле, или еще какие-либо события, в стороне на флоте не останешься, один за всех, все за одного. Ежегодно воспитанниками клуба юных моряков становятся около 500 мальчиков и девочек. Многие выпускники заведения продолжают обучение в вузах морского и речного флота. Ходят в дальние плавания в Бразилию, Индию, знаменитый Панамский канал. Как знать, возможно, кто-то из мальчиков или девочек, пришедших на день открытых дверей, в будущем станет настоящим морским волком. Продолжение следует...